Привет, дружище, меня зовут Шамбо, и мы продолжаем хроники Мертана Архалас. А это бедная овечка, которая стала жертвой мясника, лишь бы прокормить этих жирных крестьян. В предыдущей серии Марвин также отплатил за гостеприимство, в кавычках, крестьянам, и добыл древесину, дерево для того, чтобы залатать хижины после урагана. Соответственно, сейчас можно отправиться в город, а что это с рекой? Тут какой-то гейзер, светлячки. А, порыбачить. Точно, ты мне говорил, что на реке есть какие-то места для ловли рыбы. Ну, давай попробуем. Вы поймали три рыбы. Новичкам везет. Вы поймали одну рыбу. Видел бы меня сейчас Курт. Три рыбы. Две рыбы. Не клюет. Но это должно было произойти. Не клюет. Больше ничего нет. Так, ну, наверное, неплохо. Правда, рыба стоит сущие копейки, и каждый может ее так и наловить. Кстати, Петра мне ничего про город по-прежнему говорит. Эй, она может продать мне доспех, грабить. Я считаю неправильным ее. Она ко мне нормально относилась, поэтому нет. Так, я вижу на реке еще одно место для ловли. Давай попробуем. В любом случае, эту рыбу я могу использовать на какую-нибудь уху или другое блюдо для восстановления здоровья. В любом случае, зелья слишком дорогие. Вот неожиданно рецепты и еда восстанавливают очень много. Порыбачить. Одну рыбу поймал. Еще одну. Не клюет. Одна. Не клюет. Ну и не клюет. Больше ничего нет. Хорошо. Тогда я не буду продавать уточки на всякий случай, а то вдруг они ломаются, как ты писал про топоры. Кстати, можешь написать в комментарии, как ты относишься к рыбалке. Я вообще на рыбалке был один раз в жизни, когда был мелким пацаном, и то чисто за компанию. Но это не мое. Совсем не нравится, поэтому напиши, как ты к этому относишься. Так вот. Если отличься от рыбалки, мы сейчас идем спать, потом отправляемся в город. Йорн сам не вернулся. Похитители на связь не вышли. Значит, нужно искать. В целом, мы с тобой подождали три дня. Ну и теперь можно обратиться в полицию, в городскую стражу. Может, они как-то помогут. Кто здесь так дико хрюкает? Не по нему. А поспать до следующего утра. Вы хорошо выспались и отдохнулись. Замечательно. Вот так. 313 золотых. А я вот подумал, что стоит прокачать навык разделки. То есть, чтобы можно было вырывать зубы, когти у животных. И, соответственно, свои затраты как можно быстрее купить. И затем выйти в плюс. Ну, кроме того, у меня 33 болта. Наверное, стоит еще прикупить. А кто болтами торгует? Кузнец? Ну, палок у меня не осталось. Я помню, что все использовал. А новых не нарубил. Эй. Нет такой вещи, которую я бы не смог починить. Что тебе нужно, парень? Покажи, что тебе есть на продажу. Так, старый изогнутый меч. А, точно. Это же не кузнец арбалета продает. В Готике 2, ну, то есть в Архалосе, теперь появился навык создания луков. И этим заведуют охотники. Давай сбегаем до Маркуса сейчас по-быстрому. Плюс можно посмотреть, а вдруг у него есть арбалет получше. И это, соответственно, позволит экономить болты. Маркус, конечно, мне предлагал научиться изготавливать арбалеты, луки. Но Марвин как увидел стоимость 150 золотых, у него сразу глаза на лоб вылезли. И сказал, нет, спасибо, я пойду. Плюс еще неизвестно, что требуется для создания. Потому что рецепты я могу прочитать после того, как я получу этот навык. Соответственно, это делает еще более загадочным процесс изготовления. Ты не видел овцу, которая бородила сама по себе? Да, я видел такую. Но это было давно, и животное уже умерло. Как это произошло? Я портуролировал территорию возле реки, когда вдруг услышал рых животного, данное ссячивость от ближайшего обрыва. Я побежал посмотреть, что случилось, и увидел, как волк напал на овцу. Она, должно быть, упала со склоном, потому что копыты были сломаны. Она жалобно блеяла. Я легко расправился с волком, но у овцы не было шансов. Мне ничего не осталось, кроме как избавить ее от мучений. А как выглядела эта овца? Ну, овца как овца. Только одно из ушей было оторвано. Возможно, волк просто откусил его. Так, ну, это я, видимо, про Брюса пытался у него узнать. Покажи свои товары. Так, смотрим. Охотничий арбалет. А еще проблема в том, что у меня мало сил. А сколько ее у меня? А сила 21. Но чисто технически... Нет, это все-таки дорого будет поднять силу до такого уровня. Покажи мне свои товары. Так, 50. Это слишком много. А вот 25 реально. Но опять же, смотри. Я его купил. Ну, вполне логично, что охотник тебе показывает свой рецепт, чтобы я просто так прочитал и изучил его. Ладно, 10 золотых ушли. Тренировочный арбалет. Сгнивший легкий арбалет. Старый ясеневый. Но 180 это очень дорого. Тут 60. Давай возьмем арбалет за 60. Наш продадим. И еще колчан стрел. Колчан болтов. 10 болтов за 5. 100 болтов за 50. 50 за 25. То есть, скидки за объем нет. 25. Ну, давай два колчана возьмем. И все. Выучим сейчас какой-нибудь навык. Что чаще встречаются? Зубы или когти? У волков есть зубы и когти. У падальщиков зубов нет. У шныгов и то, и то есть. Я сейчас пытаюсь понять, что в огне. Так, новый арбалет беру. Заспех я брать не буду. Он слишком дорог. Потом как-нибудь найду. Еду готовить. Можно сейчас заглянуть на кухню. Посмотреть, смогу ли я какую-нибудь похлебку из той же рыбы сделать. И уже отправляться. Руперт со мной не хочет пойти, хотя он предлагал помощь. Странно. Странно, но ладно. Отлично. Марта не готовит. Приготовить еду. Не хватает капусты. Вот. Снеппер-трава. А что сама по себе снеппер-трава делает, кстати? А вдруг она более полезная окажется в зельях? Снеппер-трава. Две штуки у меня. Огоненная трава, речной мирт. Снеппер-трава. Длительность 45 секунд. А длительность чего 45 секунд? Ладно. Временное зелье я особо не люблю, поэтому давай лучше приготовим еду. Но совсем восстановим здоровье себе. Так. Раз. Две штуки. Так. Далее. Нет муки. Не знаю, где добыть. Пища рудокопа. А я не знал, что ее можно использовать таким образом. Поэтому просто так ел. Далее. Бульон из объедков. Могу очень много приготовить. Давай сначала лучше вот этот суп с травами сделаем. Четыре штуки. А потом бульон из объедков. Сейчас заглянем к кухарке Джилл и остатки тоже продадим. Ну, точнее, не остатки, а если я что новое приготовил, чтобы деньги подзаработать. Все. А теперь есть то, чем я могу установить здоровье и подкрепиться, пока буду в пути в город. А путь в город не ближний. Так далеко я еще никогда не ходил, поэтому надо быть осторожнее. А как вообще туда идти? А через Маркуса, правильно? Хотя нет. Наоборот, с другой стороны, потом на север, на север, на север. Да убери карту Марвин. Хватит. Наверное, все-таки я выучу навык разделки, чтобы можно было извлекать когти. Мне кажется, больше существ, у которых есть когти, чем зубы. Ну, точнее, зубы, конечно, есть у многого количества существ, но не все можно использовать, я думаю, для продажи. Эй! У меня есть то, что тебе нужно. Извини, я пошутил. Значит, эта вся еда чисто для меня. Ладно. Прощай, Зельбах. Пошли в город. Я правильно развернулся? Да. Это не через Маркуса путь будет. Ты, Марвин, успокойся, убери карту. Очень странно, Мар... Какой Маркус? Марвин постоянно хочет заново взять карту в руки и открыть ее. Изыкиль, я думаю, к моему возвращению мне поможет деньгами, потому что я очень много вложил в его бизнес. Так, местечко не перезарядилось? Нет? Но днем я не замечал того, чтобы как-то булькала вода, или странно выглядело, что можно там походить, в смысле походить, порыбачить. Это правда в город путь? Нет. Это пять... Вообще, куда он ведет путь? Руины Вах... Варах... Варах... Вараха... Или Вардхала... Нет, пожалуй, туда мне не стоит. Марвин. Сколько можно повторять? Хватит постоянно открывать карту. Новых объявлений не появилось? Нет, все тихо и спокойно. Ладно. Ну, мало ли, Феликс мог бы меня сопроводить. Истощенное дерево. Оно полностью истощено. Но я не думаю, что деревья могут перезаряжаться, в отличие от рыбных мест. А никого не появилось. А на этот холм я залезал? Полевой хищник? Наверное, нет. Крестьянин. Мясной жук. Мясной жук. А тут есть что-нибудь ценное? Так это что было? Тяжелая палка, лечебное растение. Отлично. Поваленное дерево. Давай еще нарубим себе палок. Древесина, древесина, щепки разлетаются, щепки разлетаются. Отлично. Две тяжелые палки. Это самое главное, потому что я не знаю, как использовать древесину. Но, скорее всего, для изготовления лука, арбалета. Так, тут впереди что-нибудь яблоко и больше ничего. Здорово, Карден. Ты научишь меня хоть? Что ж, посмотрим. Кожа рептилий. А как же зубы там, когти? Не понял. Научи меня. Ну, давай посмотрим, на что ты способен. Или он этому не учит? Стоп. Погоди, или я сразу этому обучился, не та кнопка. А, Джей. Общая информация. О добыче ресурсов, разделка животных. А теперь я умею снимать шкуры животных. Карден, ты серьезно? Ты не умеешь добывать зубы? Кожа рептилий, это очень ситуативно. Крылья шершни так же. Жир, ядовитые железы. Черт. Ох, придется добежать до Маркуса. Я думал, Карден умеет все это делать. Оказывается, нет. Небольшая заминка. Давай за это время посмотрим, может тут я что-то на поле не заметил. Хотя, огненная трава, ладно. Не хочется ее подбирать. Восстанавливаю эту ману и как бы больше ничего не делают. Интересно, может из этой травы как раз таки огонек делают. Крыса. Четыре. Ничего интересного не наблюдаю. Снеппер трава. Отлично для похлебки. И еще снеппер трава. Она любит расти в тени, видимо. Будет очень обидно, если Маркус сейчас скажет, что он не умеет вырывать когти и зубы. Жаль, что я сразу него об этом не спросил. Но я почему-то думал, что Карден умеет и как раз таки по пути можно будет обучиться. Ты научишь меня охоте? Конечно, почему бы и нет. Вот. Вот это я как раз таки и хочу. Как вырезать когти у животных? Добыть когти можно от многих видов животных. Но принцам всегда один и тот же. Возьми за лапу животного и убедись, что коготь полностью вышел. Затем просунь лезвие под основание когти и потолкни его вверх. Иногда он может остаться на сухожилии. В этом случае тебе нужно подрезать его. Так, я потратил кучу денег. Остается 43 монеты плюс то, что у меня в инвентаре. Но смотри. Если в город попасть сложно, но можно. Возможно отдать взятку. Я не думаю, что с проезжих, с жителей Зильбаха, с каких-нибудь торговцев там требовали по тысяче, по 500 монет. Я думаю, взятка максимум, ну сколько? 100 монет. 150 будет. Плюс стражники еще не так много зарабатывают, чтобы требовать такие суммы. Думаю, все будет нормально. Нарепа. Личной мир. Тогненная трава. Можно еще зайти к Бодавину. Выдвинуть ему претензию. Из-за его зелья мой брат пропал. Ну, точнее, как сказать. Не из-за его зелья, а из-за моего отсутствия. Хотя я не уверен, чтобы я его спас, но все же. Возможно, нас бы обоих похитили, а сейчас бы в какой-нибудь, в каком-нибудь яркендаре добывали руду или копали храмы. Так. Луговая ягода. Луговая ягода. Яблоко, яблоко, я свалился. Луговой горец. Терри, я не видал здесь ничего нового? Эй, ты. Как поживаешь? У меня все нормально. Надеюсь, твои поиски продвигаются. Ну, как сказать, я только на них отправляюсь. Так. Я стою на развилке. Марвин, хватит. Куда эта дорога ведет? К виноградникам. Нет, к виноградникам мне не надо, и там какая-то страшная зеленая черепаха. Давай-ка сейчас заглянем в Бодавину, потом разберемся с падальщиками, которые рядом. Так, сорняки, сорняки. А репа, луговая ягода. Ну, я думаю, Бодавин не откажется от того, что я тут сорняки сворую для дальнейшей продажи. Пропалываю огород, почему бы и нет. Так. Тут больше ничего не растет. Ягода. Снэпер-трава. Это, опять же, не на грядке, я могу спокойно забрать. Так что, ко мне никаких претензий. Царский... Ух ты! А я думал здесь встретить не царский щавель, а, опять же, какой-нибудь снэпер-траву, свет. Я понял свою ошибку. Я не купил ни одного факела. То есть, если начнется ночь, я буду где-то в лесу, будет очень плохо. Мой брат пропал. Если бы ты не потратил свое время на твои глупые эксперименты, я бы остановил похитителей. Что? Ты неблагодарный идиот. Я сделал все, что бы было в моих силах, чтобы ему помочь. Если ты хочешь обвинить меня в пропаже парня, которого я никогда не видел, то поздравляю. Ты гений. Если бы у тебя нет других дел, убирайся. Он со мной по-прежнему разговаривает. Я думаю, после этой фразы он откажется со мной говорить. Давай поторгуем. Так, ух ты, сколько ингредиентов. Товара серафиса. Но мне особо нечего покупать, равно как и продавать. Поэтому просто узнали, что он может торговать, и пошли отсюда. Хотя, как продвигается работа, надо спросить, мало ли я могу отдать какую-нибудь травку. А как продвигается работа? Это тебя не должно интересовать. Я думаю, это будет честно. Две снайпер-травы, восемь золотых. Он, конечно, помог моему брату, но черт подери. Свори простое противоядие. Это не так уж сложно, я думаю, для опытного алхимика. В итоге он начал какие-то эксперименты делать, и я все-таки считаю, что Бодавин так или иначе виноват в произошедшем. Луговая ягода, серафис. Иди-ка сюда. Серафис. Надо все это подбирать, потому что в любом случае можно продать. Хоть кто-нибудь хоть за одну монету купит, а монета здесь, монета там. И вот уже миллион. Так, а тут можно залезть наверх. Молодой падальщик. А ты теперь с одного выстрела упадешь? Беги сюда. Отлично. Экономия болтов в деле. Ничего нету. Полезли сейчас, но вот этот холл, мне кажется, если там и будет что-то, то явно интересное. Я, конечно, смог бы сюда запрыгнуть. Высоковато. Запрыгнуть на дом, а отсюда на холм? Нет. Я смог. Я смог дубль два. Главное, чтобы здесь не оказалось какого-нибудь лесного падальщика, чтобы не убегать с дикими криками. Так, четыре. Предметов интересных нет. Два. Противников нет. Я вижу, что впереди шершень. Впереди крота-крыс. А вообще... Так, это крыса. А зачем я должен сюда попасть? Ну, ничего интересного я не заметил. Ладно. Теперь нужно спуститься, не сломав ноги. Всегда спуститься гораздо сложнее, чем куда-то забраться. Так. Аккуратно. Ай! Ох, я жив. Яблоко брать не буду, горец пригодится. Еще один молодой падальщик. Точно. Так, иди сюда. Яблоко. Яйцо и мясо. Луговая ягода. И дерево. Можно еще порубить. Щепки разлетаются. Кусок древесины. Опять щепки. Щепки разлетаются. Я прокачал навык. Один кусок древесины. И две тяжелые палки. То есть уже навык добычи ресурсов 13. Хотя я его совершенно не прокачивал, поэтому обучаться у дисмоса, мне кажется, странным. Ты кто такой? Смотри, там впереди кто-то стоит. А почему я не могу взять его на мушку? И перед ним какое-то тело. Мне не хочется к этому человеку идти, он слишком хорошо вооружен. Ай-яй-яй, ну давай проверим, кто это такой. На всякий случай я не хочу переигрывать такой кусок. Опаньки, а я не запустил таймер. Ну, наверное, минут 20 прошло. А как же хорошо увидеть живого человека. Ты должен помочь мне. Я направлялся в деревню со своим товаром. А вдруг на меня напали. Пришлось защищаться. И, похоже, я его убил. А с чем тебе нужна помощь? Их было двое. Один из них набил карман моим товаром и рванул с этих ног, но, кажется, я знаю, где он сейчас. Та еще здоровая скотина. Даже не знаю, смогу ли я управиться с ним один. А ты хочешь, чтобы я помог тебе убить его? Может, если мы пойдем туда вдвоем, то сможем его прогнать. Если мой парень-наниматель узнает, что я облажался, то я наверняка потеряю работу. Но если ты поможешь мне, я позабочусь о том, чтобы они тебя щедро вознаградили. А вот знаешь, это двоякая ситуация. Во-первых, я его не знаю. Да, передо мной лежит труп. Он говорит про разбойников. Но может быть ситуация такой, что на самом деле он разбойник. Они грохнули вот этого человека, который валяется на земле. Переодели его в свою одежду. Ну, типа, как он разбойник и все дела. И путника, который мимо проходит, решили таким же образом обмануть. Но видит, какой-то простой сельский дурачок идет. Почему бы его не грабануть? Ну, давай рискнем. Если что, я думаю, смогу убежать. Хорошо, веди. Мне бы не помешала пара лишних монет. Он побежал в сторону впадина. Если поторопимся, то сможем его догнать. Иди за мной. Давай ты тормознешь. Спасибо. Я хочу посмотреть. Яблоко, вода, лечебное растение, золото. Заметь. На трупе нет оружия. То есть, если этот человек напал, он напал не с голыми руками. Вопрос. Где его оружие? Конечно, торговец мог отнять его. Но чтобы отнять, нужно победить человека с оружием. Значит, нужно иметь оружие при себе. Соответственно, если у тебя есть оружие, затем чем тебе чужое? Во-вторых, у него сейчас никакого клинка при себе я не вижу. Очень-очень много подозрений. Ладно. Клинок появился. Отлично. Я не попадаю. А ты жив? Да хватит уже. Это за брата. Так, ладно. Ты самого добей. Где нет? Да сколько можно? Я не могу прицелиться. А-а-а. Куда он побежал? Это раненый такой. Раненый, у которого нет здоровья. Есть подозрение номер один. Здоровья нет просто потому, чтобы он не умер. Подозрение два. Это все-таки бандит. Так, шкура. Я думаю, что с них можно когти какие-нибудь там вытащить. Они же голые. Какая из них шкура может быть? Ну, точнее, кожа в принципе может. Смотрим. Снайпер трава. Лечебная трава на холме. Надо перекусить. Восстанавливает 90. Восстанавливает 40. А у меня сколько потеряно? Потеряно 50. Ладно. Бульк. Разнообразное питание увеличивает здоровье. Плюс 5. Спасибо. Так, нужно будет с утра что-нибудь новое себе приготовить. Поесть. У другого здоровья моего улучшится так же. Он забежал в ту сторону. Значит, дальше по дороге мы не пойдем. Так, что у нас тут? Четыре. Нечебное растение. Кротокрыс. Он меня ведет в какой-то тупик. И... Да ты что, на меня нападаешь? Вон тебя одолбит. Какой-то непонятный человек. Серпом. Коммунист. Главное, чтобы товарищ из кустов не вылез. И не дал мне по башке молотом. Луговая ягода, серафис, лечебное растение. Дай-ка я достану арбалет на всякий случай. Ну, я никого не вижу. Понятно. Как я и говорил, это ловушка. Доигрался. Ну, ничего. Я отбегу. Я еще доберусь до тебя. Я отбегу. И потом вас по одиночке расстреляю. Так, давай перезарядим болты. Сколько у меня осталось? 18. Один колчан нужно открыть. Хотя, давай сразу откроем все. Чтобы потом 150 раз не перепроверять, сколько болтов осталось. Ну что, иди-ка сюда, феллер. У-у-у-у. Да. Очень-очень слабо я его бью. Просто болтов слишком много на него потрачу. А так вдруг критический удар сработает, и я попаду ему по голове. Опа. Теперь по мне прошло. Мы наравне. Плохо. Точнее, даже не наравне, а я погибаю. А, Терри. Терри, я знаю, что ты силач. Спаси меня. Красавчик. Спасибо, Терри. Только не грабь его. Серб. Не знаю, насколько он мощный. Ключ. Это мое. Луговая ягода. Лесная ягода. Петрушка. Яблоко. Ну, я думаю, Терри, если что, поможет мне и со вторым бандитом. Давай съедим пирог. Пирог. Рыбу. Ух ты. А у меня так мало здоровья. Ну да, 163 не густо. Спасибо, Терри. Дай-ка я тебе дам золотой. Эй. Держи. Ну, это просто за то, что он убил бандита. То есть, чисто теоретически, я могу к нему, наверное, и черепаху привезти. Правда, я не знаю, сильна ли черепаха. Ну, и, соответственно, не хочется, чтобы Этерри погибал. Но арбалет меня сейчас расстроил. Как-то слишком малого урона было нанесено. А по поводу вот этого трупа получилось, как я и предполагал. Возможно, это один из товарищей, с которым они не захотели делиться добычей. Так, вижу еще одного. А сколько их всего было? Харгар. С тобой тоже не поговоришь? Ну да. Давай я тебя просто расстреляю. Я себе еще добыл палок, так что нормально. Не хочу я сражаться млечом, пока я им не владею. Так. Мятая записка. Написанная наспех. Мятая записка. Я нашел ее у бандита около мастерской Бодавина. Петрушка и пиво. И неужели там говорится про меня? Не спускай глаз с феллера. Этот гаденыш весь на взводе. Чувен нам доставит хлопот. Если верить Берта, дороги к деревне скоро станут более людными. Так что будет из чего выбирать? Хватайте их по одному. В худшем случае по двое за раз. Если вы получите свою форму в конце этой недели, вот тогда и сможете разгуляться. Потому что в любом случае все свалится на Родериха. Кто такой Родерих? Не помню. Не знаю. Или знаю, но забыл. Так. Я нашел ключ. Значит, у них есть сундук, где припрятано золото. Это меня определенно радует. Правда, странно, что я тут обитал какой-то кротокрыс. Так, котелок и сундучок. Эликсир повышения защиты. Но опять же, это временное. Временное зелье я не люблю. Малинка. Пропавшие ингредиенты. Бодавина. Так, стоп. А я могу их распаковать для себя? Но, наверное, стоит все-таки вернуть их Бодавину. Он скажет, ой, спасибо. И, может, даст мне какие-нибудь лечебные зелья. Или расскажет, что полезно. Хотя я не думаю, что Бодавин мог что-то видеть. Его дом находится на отшибе. И, соответственно, заметить, как несут ерна куда-то, он не смог бы. Ну и сомневаюсь, что похитители зашли бы к нему. Так чисто погреться, чай попить. А что там по времени? Ух ты, уже 4 часа. Нужно поторапливаться, потому что в 6 темнеет. И я прошел только полпути. Ну да, правда, осталось не так далеко. Плюс сначала еще очень долго бегали по Зельбаху. Но это определенно, скорее всего, человек, которого они ограбили и переодели. Хотя у них сейчас была какая-то своя форма. Удивительно, что у разбойников есть униформы. А может, это опять же какая-нибудь гильдия воров? Кто знает. Я думаю, это принадлежит тебе. Черт побери. Я уже готов был написать жалобу на Араксос. А тем не менее, от вас, молодежи, иногда есть толк. Вот возьми это зелье в качестве благодарности. Эликсир жизни. Увеличивает здоровье, правильно? Если нет, и это просто зелье лечения, то я недоволен. Да, бонус к максимальному здоровью 20. Прекрасно. А здоровье 183 единицы? Ну, скоро будет уже и 200. А где 200, там и 500, а где 500, там и 1000. А где 1000, чувствуешь себя защищенным от внезапной смерти. По крайней мере, радует, что это не какие-то бандиты, которые были наняты, чтобы не пустить меня в город. То есть, те похитители, в принципе, ну, не знаю. Может, это опять же из этой шайки. Зачем нужно было отправляться в деревню? И в самой деревне какого-то жителя воровать? Это все выглядит очень странно. Ля-ля-ля-ля-ля. Я не заметил тебя, крыса. Отлично. Гоблины. Гоблины. Отвратительные твари. Они очень ловкие. Давай-ка я вас обойду стороной. Вы меня здесь же не заметите. Так, гоблин. Там еще то ли волк, то ли крысяк лазит. Но с другой стороны, около гоблинов чье-то тело. А если там есть чье-то тело, возможно, это тело кто-то ждал дома. И, соответственно, я могу рассказать о том, что приключилась беда с человеком. Ну, или найти его товары, которые он доставлял. Судя по всему, это торговец. А, я находил ледяную стрелу. 40 единиц урона. Но 40 единиц урона, это очень мало. То есть, сейчас мой лук бьет на сколько? Точнее, какой лук арбалет? На 35. То есть, чисто технически, эта стрела мной не будет использоваться в будущем. Потому что, ну, кого ранить? Только гоблина. Так, а ну-ка, беги ко мне. Я кину стрелу и посмотрю, сколько урона нанесет. Отлично. Нанесла достаточно урона. А, возможно, с одного выстрела они падут. Опять же, нельзя сражаться с ними на какой-нибудь поверхности, где они могут меня окружить. Отлично. Они слишком юркие, поэтому залезь на бревно и давайте попробуйте меня атаковать. Замечательно. Жалко, конечно, что ледяную стрелу потратил, но отлично, тяжелая палка. То есть, из одного гоблина я получил, ну, с двух гоблинов три палки. Давай еще обыщем одного. Ну, в целом я получил за это сколько? А девять болтов. Если будет еще одна палка, то двенадцать. Я вообще в плюсе оказался. Гоблин. Да, двенадцать болтов. Падальщики. Молодые? Нет. Среднего возраста. Волк тоже среднего возраста. В расцвете сил, так скажем. Так, ты кто такой? Ух ты. Возможно, это человек, который вез бодавину товары. И с ним приключилось что-то нехорошее или бандиты. Свет. Нейтральное заклинание. Первый круг. Отвар из Серафиса. Свет. Я вот думал, что это у меня какая-то определенная способность к магии, что я могу использовать свитки, руны. Этот человек совершенно не выглядит как мах или послушник. Так, деревяхи, правильно? Ой, что? Не та кнопка. Не та кнопка дубль два. Это я не могу развязать? Почему? Это очень сильно похоже на просто древесину. Ладно, не могу, так не могу. Серафис, Серафис, Луговая ягода, Серафис, Тяжелая палка, Восточная фиалка. Так, вечереет. Мне в какую сторону вообще нужно? Дальше по дороге. И, наверное, пойду к правым вратам, к Восточным. Потому что они кажутся поближе. Давайте сейчас постреляем в волка. Так как он не так далеко. И, наверное, он что-то здесь прячет. Здорово, волк. Зубами щелк. Два болта. Промах. Да, я оказался прав. Ровно два болта. А кухти шкура. Неплохо. Давайте апнем похлебки. Нельзя, чтобы здоровье опускалось так низко. Так, и тут... Все спокойно. Кротокрыс. Здравствуйте. Кротокрысы такие жирные. И все здоровье я потерял в итоге. Восточная фиалка, восточная фиалка. И зачем? Зачем мне эти восточные фиалки? Как раз. Следующая где? Упор не вижу. Два. Еще похлебки надо тяпнуть. Я слышу гоблинов. Вопрос. А слышат ли гоблины меня? Куда я вообще полез? Зачем я это делаю? Оуу, не. До свидания. Жаль, что на карте нельзя делать пометки. Это очень пригодилось бы, потому что эту пещеру не факт, что в следующий раз, пробегая мимо, я найду. За мной никто не гонится? Нет, отлично. Так, давайте, падальщики, по одному ко мне. Кто первый? Отлично. Яйцо для Бастиана. Следующий. Луговая ягода. Странно, что эти цветы нельзя сорвать. А есть спуск куда-то вниз. Куда он может везти? Он ведет туда, куда мне не нужно. Хотя, к левым вратам можно так пройти, наверное. Марвин, убери карту. Так, что это? Луговая ягода. Серафис. Нет, но здесь по лужайке можно погулять. Сколько по времени? А, 6 часов. И почему-то еще светло. Личебное растение. Вижу уже город. Ну, давай немножко осмотримся. Ничего страшного тут нету. Обычные падальщики. Поэтому, почему бы и нет. А в сам город заглянем в следующей серии тогда. То есть, сегодня чисто дорога в город. Бандиты, падальщики. Лесной падальщик. Меня видит обычный, правильно? Да. А вот с лесным могут быть огромные проблемы. В прошлый раз он меня один раз грызанул, и я был готов. Так, кто это орет? Нет. Я убегаю. Я не хочу сейчас встретить еще лесного падальщика, чтобы он глюнул меня, и я был трупом. Нельзя себя переоценивать. Да, я победил бандитов. Я победил парочку гоблинов. Я победил парочку падальщиков. Но я еще не герой. Так. Никого нет. Восточная фиалка, ягода. Отсюда я расстрелял гоблинов. Там я, значит, все осмотрел. Ягодка, иди сюда. Ммм. Луговой горец. Как хорошо, что они растут такими кустами не по одной штуке. Если бы здесь один был, я бы не спустился. Ну а три, это все-таки много. Так, аккуратно. Никто не ждет меня за поворотом. Герки. Кто ты такой, Герки? Жаль, что нету бинокля. Но Герки прямо посреди дороги стоит. Наверное, не бандит все-таки слишком близко к городу. Ладно, там глуша около Архолса. Да, и там крестьянин какой-то косит, судя по всему, траву. Эй. Эй, что ты тут делаешь? Я пытаюсь выследить кое-какое редкое животное. Но ты уничтожаешься следы своими тяжелыми ботинками и запахом. Мне нужна помощь в поисках брата, раз ты пытаешься выследить неуловимого зверя. Помоги мне найти человека одного, если тебе нетрудно. Возможно, я возьмусь за это. Возможно, возьмусь ли я за это? Вряд ли. Точно не сейчас, когда я так близок к тому, чтобы найти зверя. Моя задача и так осложнилась постоянным уничтожением следов, такими как ты. Кто-нибудь еще проходил здесь? Судя по следам, тут прошли трое. Если бы не они, если это... Что я не умею читать? Если бы... Я пропустил диалог. По-моему, он говорил, если бы это не ты и не мы, короче, кто-то там и еще. Ты запомнил, в какую сторону вели их следы? В сторону города. За исключением охотников редко кто сходит с тропы. Особенно, когда зверли неподалеку. Как именно выглядели те следы? Я помню, что некоторые из них глубоко уходили в грязь. Похоже, они принадлежали какому-то здоровяку. Другие едва отпечатывались на земле. А последние были необычными. Они не выглядели так, словно человека, который их оставил, волочили по земле. Спасибо за информацию. Так, я что-то записал. А почему ты не сказал, куда именно вели следы? То есть, к западным или к восточным вратам? К северной деревне я встретил охотника, занятого выслеживанием зверя. Он рассказал мне, что некоторое время назад здесь прошли три человека. Один был толстым, другой худым. По словам, они вели в сторону города. Сторона города как в эту сторону, так и в другую. В какую именно? То есть, это имеет огромное значение, потому что стражник должен видеть, кто проходил. Грабить я не хочу. Дать урок охоты, у меня денег нет. Как дела? Послушай, я уже ответил на все твои вопросы. Хватит продолжать мешать мне. На кого ты охотишься? Местная гильдия поручила мне расправиться со зверем, который осложняет жизни жителям Зильбаха. Видя посему, он убил уже нескольких человек, ускользнув от меня. А есть успехи? Мне точно были бы, если бы ты здесь не появился. Я бы его грабанул. Дашь мне урок охоты? Урок или двух недостаточно, чтобы сделать тебя хорошим охотником. Там, откуда я родом, охотники учатся всю жизнь. И все равно им не хватает времени, чтобы узнать все секреты этого искусства. И сейчас у меня все равно нет времени, чтобы учить тебя. Прежде всего, я должен сделать свою работу. Ага. То есть, наверное, я смогу сам выследить зверя, потом к нему прийти и сказать, хочешь, я тебя научу охотиться? Эй, ты. Ну, наверное, крестьяне не видели Йорна, просто потому, что они тут работают в поле, и вполне разумно и логично то, что на ночь они уходят домой. Но на всякий случай можно попытаться. Как продвигается работа? К сожалению, я занят и не могу тебе помочь. Так, и начинается темень. Сорники. Лесная ягода. Сорники, сорники, сорники. Я... Ммм, ягоды гоблина. Как же хорошо, что я достал телекинез. Ягоды гоблина тут на уступе, как-то аккуратно. Я вижу какое-то колесо. Главное, мне не свалиться за ними. Отлично, я не свалился. Ну что ж, предлагаю выбрать все-таки правые ворота. Дойдем до них и посмотрим, что скажут стражники. Но посмотрим это в следующей серии. Так, что у нас здесь? Сорники, полевой хищник. Луговой горец. Лечебное растение. Какой-то мужичок у дороги. Извозчик араксос. Лесной падальчик, полевой хищник. С лесными падальчиками я не хочу связываться. Давай остановимся около торговца. У него тут, по крайней мере, есть свет, есть костер. А, это не костер. Это лампочка-фонарь. Да, пожалуй, остановимся здесь. Тут будет посветлее. Итак, спасибо тебе за просмотр. Если понравилось, ставь лайк, оставляй комментарий. Подписывайся на канал. Спасибо и пока.